Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Серебряная подкова» на канале ННТ. Сегодня у нас в гостях руководитель каниклуба «Калинка» из города Кизляр Оксана Александровна Старчак. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вначале я бы хотел, чтобы вы немножко рассказали о вашем каниклубе. Когда он был вообще организован и чем вы занимаетесь? Основная ваша деятельность. Клуб я создала в 2008 году. На следующий год у нас уже будет юбилей, 10 лет нам. Но основная деятельность моего клуба – это ипотерапия. То есть и в уставе заложено, и в программе заложено. То есть это именно ипотерапия, и лечебная верховая езда, и инвалидный конный спорт. Это именно основная деятельность клуба. Вот мне довелось побывать у вас, ну, наверное, лет 5 уже назад. Я видел, сколько у вас людей приезжает туда. Ипотерапия. С какими болезнями? Как, для чего, как можно это, немножко, что такое ипотерапия, чтобы объяснили нашим зрителям? Ипотерапия – это лечебная верховая езда. Это не лечение. Это курс реабилитации. Очень многие путают, говорят, вот мы хотим полечить нашего ребенка на лошадке. Я поправляю. Это не лечение. Это просто реабилитация в комплексе с каким-то лечением. Так происходит. Даже вот у нас плохое настроение, мы проехались на лошадке, оно у нас поднялось. Мы проделали курс ипотерапии. У ребенка ДЦП заболевания разной формы бывают. Провели курс ипотерапии, то есть лечебная верховая езда. Ребенку стало легче. Просто пришли, пообщались, погладили лошадку, провели курс ипотерапию. Нам стало легче, нам стало весело, поднялось настроение. Лошадь, она дает позитив. Она дает нам хорошие манеры. Она нас воспитывает. Ну и мы тоже, чем что можем, то же самое отдаем лошади. Вы с какими трудностями там у вас, кизляри, кто-то помогает вам? Я все-таки видел вашу конюшню, это все своими руками. И после того времени что-то изменилось вам, ведут навстречу? Ну, честно говоря, пошли навстречу. Вот сейчас железная дорога нам оформляет здание. То есть нам отдает бесплатное пользование. Кормами помогает наш Кизлярский район. Им тоже большое спасибо насчет этого. Ну, а все остальное, конечно же, своими силами. Я знаю, Оксана Александровна, вы недавно только начали заниматься и скаковыми лошадьми. И, кажется, вы были организаторами этих скачек кизляри. Ну, расскажите немного об этом. Да, в этом году уже второй раз мы провели скаковые испытания на нашем импровизированном скаковом круге в Кизлярском районе. Все очень были довольны. В этом году приняли участие и ахалтикинские лошади, что очень редко для Дагестана, после того, как ликвидировали ипподром. Двухлетки скакали. Пять или шесть лошадей уже точно не помню. Первое-второе место заняли лошади нашего клуба. Поздравляю вас. Спасибо. Ну, потом, наверное, дальше в Пятигорске. Да, конечно. Все-таки хочется увидеть свою работу. То есть, правильно ли я развожу лошадей, правильно ли я их готовлю, правильно ли я подвожу их к испытаниям. Поэтому, да, мы отправили их на Пятигорский ипподром. Там они тоже показали свои результаты. На каждой скачке были в призах первое, второе или третье место. Поэтому я ими очень довольна. Оксана Александровна, вот этот Пятигорский ипподром для наших конников нашей республики, наверное, как выход из того положения, в котором мы оказались. Ну, это мы-то и так ездили, насколько я помню, еще в 70-е, 80-е и в 90-е годы. Мы ездили на какие-то отдельные соревнования скакать на Пятигорский ипподром. А последние годы, из-за отсутствия своего родного ипподрома, конники нашей республики просто вынуждены там стоять. Сезон целый, с какого сезона находиться там? С какими трудностями сталкиваются там наши конники? Ну, трудности, это в первую очередь финансовые, потому что содержать лошадь на ипподроме один месяц обходится 22-30 тысяч. Это очень дорого. Я считаю, если был бы наш здесь ипподром, те же деньги были бы в республике оставались, и наши конники бы не тратили. Это раз. Во-вторых, не каждый может вывезти свою лошадь, испытать, потому что это дорого. В частности, мне повезло, потому что мои лошади в Кизлярской скачке выиграли платные места, и я на эти деньги смогла их отправить на испытания. А если бы они не выиграли, я бы, конечно, их не отправила бы туда. То же самое и другие конники. Очень хорошие лошади имеются у наших ребят дагестанских, но не каждый в силах, не каждый в состоянии вывезти лошадь на Пятигорский ипподром. Да, те коневодческие и фермерские хозяйства, которые имеют состав лошадей, но нет возможности испытать их там, но они могут испытать, нет и продажи. И останавливается развитие коневодческого хозяйства. Все верно, все верно. Конечно, жаль, что с нашим ипподромом так обошлись. Я знаю, вы много этим вопросом занимались. И чем вы сталкивались, когда занимались по поводу нашего ипподрома? Какими трудностями были? Ну, трудности здесь какие? Отписки, элементарные отписки. Ипподром будет, будет когда-то, будет где-то, непонятно. Ну и в таком плане, это каждое письмо, ответ от нашего руководства республики, элементарная отписка. Которая накопилась уже вот такая стопочка. Хотелось бы напомнить, что в 70-е, ну, скажем так, в 70-е, 80-е годы наш, в 1976 году был построен наш ипподром для испытаний лошадей госплем конозавода дагестанского и лошадей колхоза и совхоза в республике. Вот так, ну, это в этот вклад, конечно, и Владимир Петрович Шамбаранта, основоположника дагестанского племенного конозаводства и заместитель председателя правительства был такой Магомед Абуев. Они были близкими друзьями, и они решили строить там этот ипподром в 1976 году. И после этого зона Северного Кавказа, скачки, и Краснодарский край, и Ростовская область, и даже, я помню, ребенком, все приезжали скакать к нам. И круг наш считался круг для рекордов. Это был легкий круг, круг для рекордов. И когда в Дагестане имеется сейчас такой хороший, сильный состав лошадей не только халтыкинской, ну, в принципе, с чего все и начиналось, но и арабской и английских чистокровных пород. Ну, на ваш взгляд, есть перспективы появления нового ипподрома у нас? Ой, честно говоря, с приходом нового главы Республики Дагестан очень хочется надеяться, что он обратит внимание именно на эту проблему. Потому что все-таки бывший глава сделал все, чтобы положить вот такой большой камень на развитие коневодства и конный спорт Дагестана. Этот кирпичик он положил, да, когда на ипподроме он заложил жилой комплекс. Он реально положил этот кирпичик на конный спорт, на развитие конного спорта. Я считаю, он сделал все, чтобы убить все, что осталось в Дагестане. Я неоднократно писала, неоднократно обращалась и в средства массовой информации, и блогерам, когда возникла реальная угроза уничтожения нашего достояния халтыкинских лошадей конного завода Дагестанский. И все шло так хорошо, в планах ликвидации его не было. Наоборот, обещали добавить финансирование, потому что это наш единственный конный завод Дагестана. Это наше достояние, халтыкинцы. Их и так мало, маленькое количество. Посмотрите, когда Путин подарил королю Бахрейна лошадь, он не подарил араба, не подарил там чистокровного, не подарил там русскую верховую, он подарил ахалтыкинца. Кстати, с кровями наших текинцев, с дагестанских текинцев. Он подарил ахалтыкинца. Это о чем говорит? Что эта лошадь, это лошадь неземной красоты. Ахалтыкинца, со стороны смотришь, его сразу определяешь. Это ахалтыкинец. Разноцветные, красивые масти, разнообразные. Интересный вид. Любой человек, который взглянет на эту лошадь, он полюбит ее с первого взгляда. Но, к сожалению, вот у нас произошло именно так. В 1972 году, в 1971 году, на базе совхоза Губденского было организовано отделение текинских лошадей. И вот с того времени дагестанские текинцы были известны во всем мире. Во всем мире. Ну, там Дагестан, Апал, Гранат, Калтаман. Потому что они сохранили тип туркменской лошади. Потому что наш климат, он именно тот климат, который рождены зачаты ахалтыкинцы. Берег Каспийского моря, полупустынная местность. И сейчас этот завод, который разводил эту уникальную породу, он ликвидирован. Земли переданы фирме Кайсу, без торгов. Без торгов, то есть глобальное нарушение, без торгов переданы фирме, просто переданы. Это там сколько, три стога земли. Просто их передали. Лошади находятся в подвешенном состоянии, на балансе комитета по имуществу. Хорошо, что там выделяют какие-то деньги для того, чтобы закупать им корма и ухаживать. Огромное спасибо Джапаровым, которые взялись курировать этот коннозавод. Хотя у них и свое хозяйство это есть. Благодаря им эти лошади сейчас находятся в прекрасном состоянии и еще не пали. Но все шло к тому, чтобы этих лошадей уничтожить. И только благодаря общественности, которая на тот момент поднялась, которая подняла большой крик, только тогда они там наверху остановились и не стали уничтожать этих лошадей. Но они пошли другим путем. Лошади есть, завода нет. Лошади есть, земли нет. Что будет, как будет, честно говоря, я вообще не знаю. Рядом уникальное озеро Турали. Это озеро тоже кто-то там наверху решил себе прихапать, высушить и раздать земли под строительство чего-то непонятного. Было решение арбитражного суда, чтобы вернуть озеро государству. Перекрыли шлюзы, озеро пытались осушить. Улетели птицы, которые там зимовали, пеликаны, фламинго, лебеди. Когда едешь на завод, красота была, реальная красота. Потому что все вот, начиная с ноября месяца и до февраля, все озеро было, оно не замерзало. И все озеро было вот этими красивыми птицами, белоснежными. Сейчас этого ничего нет. Уничтожается экосистема нашего края. Вы представляете себе, мне посчастливилось знать самого Владимира Петровича Шамбаранта. Это школа Шамбаранта, которую он организовал в Дагестане. Помимо текинских лошадей, он здесь создал школу. Это все знаменитые специалисты, занимающиеся халтыкинским коннозаводством, это все ученики Владимира Петровича. Так когда он приехал с Ашхабада на Терский коннозавод, а оттуда уже стало тесно, ему предложили Карачаево, Черкесию, Азербайджан. Еще ряд мест, куда можно, где он может строить коннозавод, он выбрал Дагестан. Именно берег, море, именно вот эти условия. Какие пошли типичные текинцы, как им все подошло. Это бывает, когда люди не разбираются в лошадях, занимаются не своим делом, потом получаются вот такие итоги. Надо же советоваться с конниками там, кто в этом деле разбирается. Мне кажется, только из этого. Я просто рад, что Джапаровы туда попали. Это люди, которые своим трудом доказали, что они знают эту лошадь. Маточный состав. Это около, ну там сколько получается, 50-70 маток. Но сейчас с учетом за три года, что не продается по голове, это все увеличивается. Уникальный маточный состав, подобранный Шамбаранта. Поколение из поколения. Сейчас, если выставят на торги, то есть эти все, мы потеряем генофонд. Мы реально потеряем тех лошадей, которые могли дальше делать породу. Раздав этих лошадей, раскупив по частникам, мы потеряем. Мы потеряем реально вот половину ахалтикинской породы, распродав частные руки. Это единственный дагестанский государственный конный завод. У нас есть частные коневодческие хозяйства, достаточно сильные. Но с этого завода все и начиналось. С этого завода у них же все. Да, все начиналось с этого завода. И для того, чтобы разводилось дальше, нужно обновлять кровь. Нужно работать в этом направлении. Если не будет этих лошадей, 60-70 маток, все. Целой республике тяжело содержать один конный завод, который... Ну, я вам скажу. Ахалтикинское коневодство мира Дагестан знает благодаря этому заводу. Сколько выдающихся чемпионов оттуда. И просто, чтобы республика не могла содержать один конный завод. Все это с учетом моей деятельности и проверки всего, что происходило и в Минсельхозе, и на конном заводе. Я сделала выводы, что конный завод мог жить не просто существовать, а жить хорошо, если бы Минсельхоз выделяла все деньги, положенные конному заводу. У нас племенные матки. На племенных матках по закону нашего государства выделяются субсидии. Где эти субсидии? Ни одна копейка не пришла на конный завод. Если сейчас правоохранительные органы возьмутся за это и выкопают, они там десятки миллионов выкопают этих денег, которые ушли мимо конного завода. Как жить, конечно, если нет финансирования? Но даже с финансированием 3,5 миллиона, на которые жили полтора года конный завод, и бывший директор, я не знаю, ему там памятник надо поставить, на 3 миллиона по голове 100 лошадей выжили. А еще с них требовали, почему, говорит, на соревнования не ездить? Какие соревнования? Я тоже привела пример. 25-30 тысяч стоит в Пятигорске. А если бы у нас был бы свой ипподром, то есть мы опять пришли, вот такой замкнутый круг. Если бы у нас был свой ипподром, не было бы тех затрат. То есть этот ипподром соединить с конным заводом, как это раньше было. То есть никаких затрат не неслось бы на испытания. Испытания дальше, конечно, уже на какие-то там призы. Тот же приз президента над СМИ выехать, там другие дерби в Пятигорск, или дерби в Краснодар, или другие призы. Да, конечно, но эти призы говорят о силе наших лошадей, говорили бы, но в данный момент уже, наверное, лет 5 лошади дагестанского не вывозились. Поэтому говорить о том, что они там лучше, мы, конечно же, не можем. У нас есть сильные частные коневодческие хозяйства, но если так даже взять, мы 5 раз выиграли приз русский Аргамак, который проводит в день розыгрыша призов президента России. Именно наши дагестанские. Дагестанские, и где присутствует сам глава государства. Не считай, сколько раз их дерби было, большой всероссийский приз дерби, приз Российской Федерации. Я ни разу не видел чествования наших конников на уровне правительства, на уровне там. Нет, как будто бы они ничего не выигрывали. Да, да, да. Сами со своими проблемами всегда. Это просто удивительно. Борец выиграл, ему подарили квартиру и так далее и тому подобное. Наши выиграли, еще и отобрали. Последние. Последние. Ипподром. Для испытания этих лошадей нужен ипподром. А сейчас появились мощные коневодческие хозяйства. Не только, мы говорили до этого, и арабскими, и английскими чистокровными лошадьми. Вот вы говорили, в Кизляре проводили скачки. А такие скачки проходят в Ливашарх, в Ансалтарх, в Хунзахе, в Сигакале, в Буйнакске. Но потом-то им надо всем где-то в одном месте собраться, чтобы вся республика видела. Мы же знаем, сколько людей бывает. Это зрелище. Это зрелище. И вообще это культура, я считаю. Это развивается культура. Нашего дагестанского народа. Без этого, я вообще не знаю, как без лошади дагестанец может прожить. А халтикинец ли, английская чистокровная араб. Как вообще, да, как может дагестанец прожить без лошади. Я даже помню тогда, когда мы передачи как-то говорили, конкурная какая команда у нас была в Дагестане. Это последний СССР выиграли наш отсюда. Шариф Галимов, покойный. Он был тренером. А выездкой команды. Джигитовка, Мурад Ахмедович Мусаев, группа каскадеров Муртазейков. Джигитовка. Ну, это вообще перед каждыми скачками проводили, выступали. Было интересно. Ипподром всегда был полным людьми. И мы, аграрная республика, все сельскохозяйственные выставки проводились на ипподроме. Все проводилось там. А сейчас мы... Да, это площадка для всех выставок. Для всех выставок. Ипподром – это площадка для всех мероприятий, я считаю. К улюминации всего проводили скачка и джигитовка. Это потом проводилась сельхозвыставка. А сейчас мы где-то там на улицах, в парках, в интерьер-ярмарке проводим. Это что, аграрная республика, это разве не стыдно? Не знаю. Ну, посмотрим, что изменится. В Беслане. В Беслане открылся ипподром. А у нас, наоборот, закрылась. Во всех северокавказских республиках есть, кроме нас. Я вот хочу сейчас обратиться к фирме Кайсу, которая прибрала земли конного завода для строительства конно-спортивного комплекса. При этом и финансирование, насколько я знаю, им тоже было. Поэтому я хочу к ним обратиться, к этой фирме Кайсу. Пожалуйста, построите нам конно-спортивный комплекс, как вы обещали. У вас же, наверное, программа есть на это. Раз вам выделили земли для организации этого мероприятия. Да? А как? А как еще? Раздали, пожалуйста, сделайте. Ну и ваши пожелания, наверное, Оксана Александровна, в конце концов, наверное, что-то изменится в этой республике. Конникам нашим. Ну, я хотел, что хотел сказать. Закончился очередной скаковый сезон, он закончился. Наши ребята как ежегодно, блестящие выступили, я считаю. И не только в скачках, на выставке-выводке тоже были и чемпионы породы, это ежегодно. Их поздравить всех с окончанием скакового сезона, пожелать удачи в будущем году. Ну и ваши тоже пожелания всем конникам. Ну, я нашим конникам желаю, чтобы исполнилось самое главное желание. Это, наконец-то, построили, воссоздали или еще как-нибудь что-нибудь, как старик Хаттабыч, там, бородой, там, волосочек подергать. Наконец-то, чтобы у нас был ипподром. Это, я думаю, главное желание любого нашего конника, потому что нам надо испытывать наших лошадей. И мы должны их испытывать здесь, у нас, в республике. Я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить вас, Оксана Александровна, что вы нашли время встретиться с нами, что вы приехали с Кизляра сюда. Спасибо вам большое. И поблагодарить наших зрителей за то, что были с нами вот это все время. На этом наша передача подошла к концу. До свидания, до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!